Привет! Сегодня я наконец возвращаюсь к земле снов Томича. Я давненько ее не раскрашивала, с августа, с дня моего рождения. И большое спасибо Илоне, которая заказала это видео. И надеюсь, что у нее эта картинка еще не раскрашена. Ну а если раскрашена, будем раскрашивать что-то другое. В этой части я собираюсь раскрасить фон. Голубой фон показался мне сразу же слишком банальным. Мне хотелось добавить туда желто-зеленых оттенков. Не знаю почему, но сразу же хотелось использовать шартрез, хотя это довольно вырвиглазный оттенок. Но все же я старалась не особо на него давить. И на самом деле на экране у меня он выглядит более ядовитым, чем в итоге получилось на картинке. А кроме этого, для рыб и для русалки я планирую использовать там довольно много золотого. И надеюсь, что в будущем он уравновесит яркость верхнего слоя моей воды. Буду я делать плавный градиент. Планируя, что самый темный участок придется у меня непосредственно под русалкой, чтобы красиво ее подчеркнуть в будущем. Потому что на темном фоне, конечно же, все смотрится очень выигрышно. И также самым темным будет левый нижний угол. Когда я приступаю к раскрашиванию, я примерно знаю цветовое соотношение на будущей картинке. Я еще окончательно не решила с деталями, но знаю, что буду использовать классический контраст между голубоватыми холодными оттенками. И в русалке у меня будет оранжевое, розовое, малиновое. И скорее всего золотистые и красные пойдут для разнообразных рыбок. Это на самом деле не самая большая проблема, которая меня пока беспокоит. На самом деле я еще совершенно не определилась с цветом, который мне понадобится для этих горизонтальных полосок, которые также пересекают фон, и с цветом рамки, которая, можно сказать, окружает основную иллюстрацию. Можно оставить ее не закрашенной. Но мне почему-то хочется для нее использовать одну из своих блестящих красок Fine Tech, но я еще не решила, какую я ее хочу сделать. Поэтому, скорее всего, это я оставлю на последний этап доработку фона и определюсь, хочу ли я темную рамку, которая действительно послужит обрамлением картинки или же в какой-то из поддерживающих цветов, если мне захочется, чтобы она перекликалась с одним из тех оттенков, которые я буду использовать в иллюстрации. Поэтому фон, те детали, которые я не сделаю в этой части, я буду дорабатывать уже на самом последнем этапе. Вообще, это всегда достаточно выгодный прием. Я иногда оставляю незакрашенные элементы и дорабатываю их на последнем этапе так называемыми поддерживающими цветами, чтобы какие-то яркие иногда цвета, которые я использовала на картинке, не использовались в одном месте, а вот, например, было какое-то одно действительно броское пятно, а еще для каких-то нескольких мелких деталей этот цвет еще повторялся на картинке, так смотрится более гармонично. Но пока я закрашиваю фон. Мне понадобился лайт грин, потому что от шартреза, который все-таки теплый, такой желто-зеленый цвет, совершенно непонятно было, как перейти к голубому, и поэтому вот пришлось применить лайт грин, тоже достаточно ворвиглазный оттенок, но зато он очень хорошо сочетается с голубыми, и я в этом уверена, это сочетание я уже проверяла. Хуже сочетается, конечно, сам шартрез с лайт грин, и поэтому для растушевки я еще применила пейл сейдж, он хоть и невидимый, практически бледный оттенок, но я его очень люблю, он со многими карандашами хорошо сочетается, и здесь я его фактически использовала для растушевки, на каких-то участках только им закрашивала, а на каких-то участках тушевала им границы между лайт грин и шартрез. Вообще, чтобы получилась ровная штриховка, мне обычно нужно два слоя, и светлые оттенки я достаточно часто не блендерю потом, если я работаю хорошо отточенным карандашом, то у меня получается более аккуратная штриховка, и уже при втором проходе все получается покрыть всю бумагу, но я говорю сейчас именно об этом хорватском издании Томича, на некоторых бумагах, конечно, без блендера не обойдешься, но и светлые оттенки я предпочитаю все-таки не блендером тушевать, а или одним из светлых оттенков карандашей, или белым. Так что здесь у меня как раз Pale Sege отлично выполнил еще функцию блендера, а уже для более темных оттенков буду обязательно использовать свой Derwent Burnisher, свой любимец. После Light Green я перешла к Non Photo Bloom, один из моих любимых голубых оттенков для создания воды. Когда вот так закрашиваешь фон, главным является это то, как выбрать, какие области, каким цветом раскрашивать. Самая худшая ошибка новичков, вот если бы раскрашивал не особо опытный человек такую иллюстрацию, то раскрашивать вот по горизонтальным полоскам. Например, что Chartreuse бы заканчивался, первая полоска воды, а затем следующий бы начинался Light Green. Это было бы как зебра выглядела. Мы полосатую воду не хотим, мы все-таки хотим, чтобы в ней были какие-то блики цветов. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня и голубой встречался, например, и во второй, и в третьей полоске, и Light Green был, и в первой, и во второй, и в третьей полосочке, даже какие-то в четвертой я им тушевала оттенки, чтобы они плавно переходили. Точно так же вокруг плавников. Например, началось зеленое пятно, чтобы с другой стороны хотя бы небольшое пятнышко его тоже встречалось. Чем меньше у вас будут эти участки, чем больше будет чередование, чем более усидчивы вы посидите, будете чем чаще менять карандаши, тем более естественным будут переходы. Я здесь свое терпение оцениваю на троечку, но вы знаете, что я адепт быстрого раскрашивания. Конечно, можно было бы посидеть и подольше. С помощью того же самого Non Photo Blue я еще закрашу область вокруг раковины с жемчужиной. Она у меня будет немного светиться, поэтому хоть сама толща воды будет темной, но область непосредственно вокруг жемчужины я высветлю, и даже намечу некие практически белые лучи, исходящее сияние от жемчужины. Мне кажется, что это в конце будет выглядеть достаточно красиво и сразу же привлечет внимание к тому, что собственно является центральным элементом этой довольно насыщенной деталями картинки. Чтобы делать довольно плавные переходы карандашами, я практикую такой метод. Например, мне нужно сделать переход от Cerulean Blue к Копенгаген Blue. Я закрасила участок фона с достаточно большим нажимом Cerulean Blue. Вы знаете, что я обычно крашу практически в два слоя. Затем следующий участок я раскрашиваю с помощью Cerulean Blue, но нажим уменьшаю, то есть у меня сразу же штриховка цветом становится менее плотная. Затем я беру Копенгаген Blue. Еще раз прохожусь по участку, который уже покрыт Cerulean Blue. То есть здесь у меня вроде как получается зона перехода, где присутствуют оба оттенка, поэтому она средняя по тону, она темнее, чем Cerulean, но светлее, чем следующая зона, которую я покрываю двумя слоями Копенгаген Blue. То есть в общем-то все понятно, и в два слоя мне удается перекрыть и сделать плавный переход. Конечно, это удается за счет мягкости призм, за счет того, что я рисую с достаточно большим нажимом сразу же. Эта техника не подойдет для масляных карандашей, но почему бы не воспользоваться такой мягкостью призм и закрасить фон довольно быстро. Конечно, немного раздражает то, что призмами здесь приходится закрашивать участки, которые довольно мелкие, поэтому карандаш нужно подтачивать часто, чтобы он позволял закрасить эти мелкие элементы. Вообще, когда я выбирала эту иллюстрацию, мне очень хотелось начать картинку с драконом, но там я била себя по рукам и подумала, что гораздо больше дракона с огромным количеством мелких деталей подойдет для полихромусов, а раз заказ был раскрашивать призмами, мне показалось, что русалка больше подойдет, но и тем более у меня огромная слабость как раз голубым и зеленовато-голубым оттенком из набора призмаколор. Я их очень люблю, и поэтому если вода, то, конечно, рука моя тянется к призмам. Хотя эти цвета красивые и в полихромосах. Надеюсь, что у меня хватит запала сразу же после этой иллюстрации взяться еще и за дракона полихромосами. Лучи, которые я наметила вокруг раковины жемчужиной, я в дальнейшем еще усилю с помощью белого карандаша. Мне очень нравится этот эффект, как белый призмаколор высветляет темные и оттенки особенно синие. Красиво получается, красивый градиент. И он поможет мне смягчить зону, которая не раскрашена вокруг жемчужины, с переходом к Non Photo Blue и затем к Цирулян Blue. Индотреновый синий я использовала в левом нижнем углу. Как я уже сказала, я планировала эту зону как самую темную и немного прошлась в зоне под русалкой, чтобы подчеркнуть ее как главного персонажа этой иллюстрации. Ну и последнее в этой части. Если вы не любите смотреть такие очень ускоренные видео, хотя я знаю, что большая часть русскоязычной аудитории как раз предпочитает именно их, то английская версия медленнее. Можете перейти туда, хотя в этом раскрашивании фона особые детали рассматривать нечего. Нужно просто понять принципы того, в какой последовательности и примерно в каких зонах я наносила карандаши, если вы планируете раскрашивать эту иллюстрацию вместе со мной. А я благодарю вас за просмотр и увидимся в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok